Добрый день! Меня зовут Александр Николаевич Коваль, я доцент к автобиологической химии Гомельского Государственного Медицинского Университета. Предлагаю вам ознакомиться с методом расчета зарядов пептидов. Это будет интервальный метод. Интервальный метод вы проходили в средней школе в курсе алгебры. Вот пример. Квадратичная функция, которая принимает значение плюс от минус бесконечности до минус одного, и от одного до плюс бесконечности. В интервале от минус одного до одного она будет отрицательна. Данный подход мы будем использовать для определения заряда пептидов. Критическими точками будут являться показатели константа кислотной диссоциации величины ПКА для ряда аминокислот. Из этой таблицы мы будем брать эти значения и использовать их для расчета заряда пептидов. Аминокислоты могут быть заряжены как положительно, так и отрицательно. Точнее, не сами аминокислоты, а их радикалы. Мы будем рассматривать три возможных случая. Когда присутствуют аминокислоты, которые не несут заряд, их нашей таблицы нет. Второй момент, когда они несут заряд, в таблице присутствуют 9 таких аминокислот. А также проанализируем промежуточные варианты. Попробуем нарисовать формулу пептидов с помощью химического редактора ACD ChemSketch. Это свободная программа, которая может быть использована. Первый пентапептид состоит из аминокислот, представленных здесь валил, изолицил, влецил, лицил, аланин. И все эти аминокислоты гидрофобные не могут нести заряд. Только две концовые группы альфа-амина и альфа-карбоксы могут заряжаться. В этом случае, это самый легкий случай, радикалы аминокислот не участвуют в образовании заряда. И на отрезок от 0 до 14 типа H мы наносим только две точки. 2,5 карбоксильная группа и 9,0 аминогруппа. Две точки раздебивают этот отрезок на три интервала. В сильно кислой среде заряд будет максимально положительный за счет аминогруппы, плюс 1. 1 плюс. В сильно щелочной среде заряд будет наоборот максимально отрицательный 1 минус за счет карбоксигруппы. А посередине заряд будет нейтральная. Плюс и минус нейтрализуются. Разберем следующий пептид посложнее. Нонопептид гестидил, листил, аргинил, аспортил, глутамил, цистил, теразил, трионил, серин. Здесь уже заряды всех аминокислот могут заряжаться. Обратите внимание, синим цветом обозначены азоты, красным цветом кислорода и желтым цветом сера. Эти группы могут участвовать в образовании заряда. И вот давайте сейчас начнем анализировать. Это самый сложный случай, но мы применяем наш шаблон от 0 до 14 и наносим сразу 2,5 и 9,0. И сейчас начинаем анализировать пептиды. Положительно заряжается гестидин, лизин, аргинин, отрицательный аспарагиновая кислота, глутаминовая, тиразин, трионин, серин. 12 интервалов. И самый первый интервал в сильно кислой среде заряд 4+. Самый крайний, в правой сильной шелочной среде 7-. Все остальные интервалы заполняем декрементом от максимально положительного к максимально отрицательному, уменьшая на один заряд. И теперь рассмотрим третий случай, тетрапептид, который могут включать как заряжающиеся, так и не заряжающиеся аминокислоты. Аспартил, фенилаланил, гестидил, лизин. Все аминокислоты, кроме фенилаланина, будут заряжены. Основные это гестидин и лизин, кислотная аспарагиновая кислота. Опять, напишем наш шаблон от 0 до 14. Опять указываем две точки. Концевая аминогруппа, концовая карбоксигруппа 2,5 и 9,0. Начинаем анализировать. Аспарагиновая кислота 3,9 наносим на наш отрезок. Следующий фенилаланин пропускаем. Далее гестидин 6,5 наносим. И последнее лизин. 10,5 наносим. Пять точек разбивают данный отрезок на 6 интервалов. И теперь мы видим, что в сильно кислой среде заряд будет максимально положительный. 3+, потому что 3 аминокислоты с синим зарядом. Сильно шелочной 2-. Только две структуры заряжаются отрицательно. Остальные интервалы заполняем декрементом минус 1. Таким образом мы научились анализировать пептиды. И теперь мы можем определить заряды белков пептидов и предосказать взаимодействие белка олиганда. Можем понять, как происходит переваривание белков в желудочно-кишечном тракте. Можем разделить смесь пептидов методом электрофореза. Определить направление скорости движения пептидов в электрическом поле и рассчитать PH буфера. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал Рисуем биохимию и биохимистер ГСМУ.